здравствуйте друзья вот и вернулись мы со светланой из поездки в чикаго и штат мичиган сейчас я развернул камеру поскольку мы меняем положение свое на дороге а хотя нет смотрите как машина меня прикрывает и солнышко не слепит отлично так вот на немножко себя прийти все-таки неделя отсутствия много впечатлений спрашивают будет ли какое-то сравнение там жизни там и жизни тут будет у света там масса всяких идей о чем поговорить у меня пока знаете немножко должно отлежаться я так все-таки у меня на работе там много всяких дел и так далее я когда устаканится я я поговорю на эту тему значит что у нас еще были такие приключения значит было приключение такое что я забыл телефон в номере в хилтоне в чикаго вот вот этот самый вот телефон забыл я его упаковал вот в этот самый карман жилеточки сунул и можешь собирались выходить и в блогер из мичигана к которому должны были встретить и мы с ним поговорили и где-то я его там оставил и вроде бы даже светлана потом так смотрела не забыли ли мы чего но вот забыли и догадались что телефона нет только когда уже приехали в общем а там еще была суббота мы ехали в субботу мы позвонили туда и говорим ребята нельзя ли нам телефон вернуть как-то вот может быть фидексом они говорят но можно но только вот в понедельник говорят вот только в понедельник и забор телефона происходит в шесть часов ну посылок мы говорим а нам вот с утра потому что во вторник то из гостиницы уезжаем а ягод но есть такая доставка что с утра буду тогда давайте и что-то нам долларов 28 вышла эта пересылка и мы с утречка дождались бы где-то в пол одиннадцатого действительно принять принести наш телефончик и мы такие знаете ой что сказать забрал я свой телефон найти очень некомфортно очень без телефона но хорошо там у света был хорошо у нас там собой лэптопы и там skype и email и все такое мы списали с сергеем но но в общем нервотрепка некоторые произошла что еще сказать весов нету в дороге знать чтобы встать посмотреть какого-то веса и с одной стороны я ну стараюсь для всякую не есть но с другой стороны вы понимаете что когда ты в дороге то ну меньше меньше выбора хотя надо сказать что вот в этом конкретном путешествии я столкнулся с тем что практически везде куда бы ты не пришел всегда можно где-то найти там кусок мяса или рыбы и какие-то зеленюшки например то есть абсолютно в любом месте можно нормально поесть и что выяснилось что вот за эту неделю где-нибудь так с меня килограмм полтора сошли дополнительно зеркало не осунулся бы и вроде нет я я не вижу по себе никаких таких тяжелых внешних признаков таких бывают углубить вместе такой вроде ничего все ну что еще посылочка мы заказали и нам должна была прийти вот я еще сзади сунул машину потому что надо было сегодня забрать ее из фидекса то есть я заказал там несколько новых жилеточек как-то так ночью в одной жилетке в основном хожу там там несколько кроме того сейчас зима наступает и там парочка из них потеплее хотя они все немножко потеплее вот так для разнообразия раз это уже нас такой фирменный стиль нужно больше жилеток да так вот пришлось мне на почту с утра фидекс офис фидекса заехать забрать свою посылочку мне не успел развернуть вот прям ящик бросил еду на работу что еще сказать у нас сегодня как раз дебаты последние там третий раунд и я не уверен смогу ли я посмотреть потому что у меня в вроде бы в это время там есть appointment к женщине которая там рейки занимается то на меня немножко так выхаживает и если я к ней пойду то я уже не посмотрю а дебаты начинаются как всегда сейчас они в неваде вроде бы совсем близко от нас но все равно начинается в 9 по восточному побережью соответственно в 6 по нашему и вряд ли я их посмотрю но знаете что я вам скажу у меня какое-то такое чувство что я пересмотрел этого всего я ведь обычно за пределами того что вот для вас там снимают я обычно не очень сильно вовлекаюсь ну то есть я так смотрю но не то чтобы я лез в детали и все это так подробно вычитывал я с одной стороны для вас стараюсь как бы чтобы у вас была какая-то картинка вот это американская компания избирательной плюс вообще компания необычная конечно но в общем то я немножко подустал от этих вот политических страстей да и по большому счету не не так важно как там эти дебаты сегодня пройдут потому что не определившихся людей уже очень-очень мало за менее трех недель вот осталось за это время как правило уже люди более менее знают за кого не собираются голосовать не определившихся очень мало как-то уже так вот выкристаллизовываются позиции такие более становятся четкие и по всем опросам как-то очень серьезно лидирует клинтон там от 6 до 8 до 9 процентов в таком в общем голосовании но в принципе сейчас есть четыре штата очень важных и если дебаты повлияют вот на эти четыре штата или на один из них это какое-то значение имеет все остальное знаете они там чисто такие журналистские трюки вот они выясняют кто победил там опросы производят то есть и мало того того трафика которые дают сами дебаты им хочется еще трафик на то кто победил в этой дискуссии это все как бы некоторая техника по раскручиванию интереса к теме у меня интерес к теме сильно упал и дело не в том кто считает кого-то выигравшим это это уже сейчас совсем не так важно сейчас важно вот четыре штата есть в которых трамп должен победить если он собирается стать президентом и я по памяти так соображаю пенсильвания флорида по-моему южная каролина если не северная одна из двух точно и по-моему штата хая и в трех из штатах из четырех лидирует сейчас клинтон может быть не с большим отрывом но как бы перевес на ее стороне поэтому вот вот там все решится примерно так что в общем устал я от избирательной кампании ну ждем ждем посмотрим я как я вам говорил раньше я не симпатизирую ни тому ни другому кандидату как и большинство американцев процентов 60 не симпатизирует ни тому ни другому но фактически выборы идут не между хорошим и еще лучше выборы идут между плохим и еще хуже вот такая странная ситуация у нас возникает ой ладно значит выборы проехали что еще мы снимали мишиган и мы немножко даже в индиане там поснимали чуть-чуть вот нам индианы так мы вроде боком там по ней прошлись но все равно индиана по-своему очень понравилось хотя чисто внешне вот когда едешь там с хайвея пособил такой штат в этой части во всяком случае какой-то такой индустриальный и малька зачуханный то есть зачуханность состоит в том что но вот какие-то заводы какие-то трубы вроде дома вроде вас стоит здание там симпатично или даже несколько зданий симпатично а вокруг такое не симпатично и вот как-то вот так намешано знаете поэтому мы старались вам показать чего есть и я думаю что вот так дискуссия которая у нас в связи с этим возникнет это будет дискуссия о то что называется лайфстайл да вот как как люди живут о ритме жизни спокойный размеренный или вот сумасшедший как у нас тут и так далее то есть масса есть слов в пользу вот скажем того что мы увидели и и много такого что мы понимаем лучше как бы прелести калифорнии и проблемы тоже конечно тут чё говорить вот светлана так как-то это все структурировала и я думаю что она расскажет в основном а я может быть там ну так мяукнул что-нибудь в ее видео а так мы будем постоянно возвращаться к этой тематике я очень доволен встречами которые там прошли люди хорошие и те кто нас принимали значит дмитрий мы с ним записали несколько сюжетов и я считаю что он очень конструктивно там поговорил и сергей тоже у нас с ним несколько сюжетов я надеюсь что если есть люди которые вы раньше не знали то они хотя бы узнали что есть такой человек взвешенный разумный реалистичный такой не не подверженный каким-то таким эмоциям бурным такой солидный такой вот так что я в целом доволен хотя надо рассказать что при том что у нас очень много там комментариев таких говорят люди ой как здорово спасибо там и так далее у нас довольно много народу еще и отписалась на этом тоже то есть я когда слежу там за динамикой подписки отписки я думаю что те кто на волне так сказать заполнение форм там гринкарт лотереи там большой трафик за месяц видео о том как заполнять форму ну месяц включая то что было до той статистика за месяц а в основном трафик конечно был первые дни октября когда началось все это заполнять там где-то тысяч под 40 посмотрела народу поэтому я понимаю что кто-то там значит подписался и наверное рассказы про мичиганы мне так интересно может они еще что-то хотели я не знаю ну жизнь такая не всем интересно про мичиган а нам интересно было и мы подумали что надо больше ездить по америке потом и все больше так карибы питали ну правда и гавайи вот нас тоже никто не смотрел все таки как-то гавайи не воспринимаются как америка видимо не за не так интересно мексик там да тоже тоже мало кто смотрит вот мы мы будем ездить больше по америке но так чтобы знаете как чтобы в охотку чтобы в удовольствие чтобы там с людьми интересными встречаться так что вот это вот радио которое там приключилась это было для меня неожиданно просто молодой человек который изначально алексей его зовут который взялся этим заниматься он просто в последние секунду должен был улетать в лос-анджелес и нас передали дмитрию вот а вот он так как-то такой активный человек в украинской общине и он договорился на на этом радио он договорился в украинском центре что нам там помещение дадут центр был закрыт в этот день в случае в этот вечер так точно но пришла женщина специально там открыла посидела два часа пока мы там сидели и так далее там молодой человек был который только успел сказать как его зовут и на этом вот фрагментик нашей встречи с ним закончился там говорят что наверно он что-нибудь такое сказал что мне пришлось его отрезать нет просто камеры в этот момент отключилась и я пытался еще несколько попыток сделать но вот вот эта камера отключилась а другой у меня с собой не было под рукой я как-то так машине оставил я очень езжу на три камеры с собой но плюс телефон который тот момент остался они получения был гостиницу был в кармане это мне четыре снимающих устройства на три камеры и телефон но вот в тот момент как-то так получилось что не удалось заснять молодого человека вот наверное такие дела хорошо что у нас тут в офисе а я даже не знаю честно знаете за эту неделю отшибло все вот я еду сейчас на работу и не знаю чё там но может быть конечно сколько-то резюме надо сделать сколько-то имейлов нужно ответить я даже не знаю там какие-то мне назначили appointment или нет уроки в онлайн-классе все это время вела жанна у нас есть сотрудница она ведет проект в онлайн-классе один из проектов там их два и вот она вела проект и завтра еще последний урок у нее по проекту я буду пока в себя приходите она завтра и и этот урок проведет в общем хорошо что еще сказать я очень признателен тем людям которые смотрели наши видео потому что я тоже не знал будет им интересно там про мичиган не будет интересно я очень признателен тем кто смотрел я понимаю что там какие-то дни я просто затерроризировал нашего зрителя там когда по 8 по 9 сюжетов но но это во первых не каждый день во вторых давайте это же дат дорога там впечатлений много это я еще на это это 56 сюжетов не стал вывешивать потому что подумал что уже и так слишком много например мы там ходили украинскому магазину сувенирному такому там с вышиванками с кружками ложками там рушниками и так далее в украине виллаж мы изобрели и там было я не стал вывешивать хотя мы записали на видео сами а то интервью которое я на радио реклама делал там очень много было вопросов политического характера я подумал что это все такие вещи которые не объединяют людей а разъединяют поэтому я думаю а вот нифига вот не будем мы это вывешивать то есть может быть кто-то порадовался бы а кто-то наоборот огорчился бы я думаю не хотим никого огорчать вот не будем вешать то есть могло бы быть больше сюжетов потом какие-то сюжеты у меня просто знать когда файлов много я думаю был живот о чем-то там раз и найти не могу там вещь ой невозможно но задним числом я я не могу это делать я вот смотрю андрей с канала иммигрант видео он вчера позавчера вывесил сюжет который снимал у нас школе 20 августа ну то есть два месяца прошло я так не могу вот я что сегодня снял то сегодня забросил у меня самого интерес теряется то есть вот мы тогда пришел поставили две камеры значит он свое отснял потом я свое отснял и мы вот каждый со своим разошлись я в тот же день повесил вот то есть блогеры которые могут снять там у них где-то они раз в неделю раз две недели вывешивать видео соответственно они могут его обработать хорошо и так как-то ну сделать это видео более профессиональным так может быть так сказать но но я я так не могу я чё снял тут же и забросил так что извиняйте значит если там если что ну я считаю что это блок я же не не то что там по плану какому-то вот увидел там птичку снял птичку увидел там замок какой-то снял замок и так далее я еще не знаю что я сегодня буду снимать а у нас есть очень интересный собеседник и мы будем задавать ему вопросы а потом будет интервью собеседник наш профессор в высшей школе экономики то есть человек такой высшей степени грамотный поэтому я сделаю специальный анонс сейчас не буду ничего говорить в москве имею ввиду не нигде-то еще значит в москве я сделаю отдельно анонс и вы сможете посмотреть там какие-то может быть его интервью на ю-тубе может быть вы его раньше видели но это не человек который вот так широко известен как например там госман до которого мы снимали который на всех шоу там и он очень такой все и все его знают если даже там не вникали то видели где-то да это человек такой более закрытый что ли то есть он есть но он не не настолько в такой масс-мидии присутствует так что у нас будет возможность познакомиться с с интересным человеком ну что же я прибыл на работу давайте я с вами пока попрощаюсь и пойду выяснять что у нас там сегодня впереди